Привет, мои дорогие! Продолжаем нашу рубрику Магазин на диване Опять съездила я в эти браканты в наш магазинчик, в котором люди приносят, отдают всяко просто отдают, просто так а там, знаешь, это все третей, как это пересматривают, чтобы все было аккуратно, не отколото, не отбито все чистенько и потом такие вещи в хорошем состоянии их продают за копейки за такие смешные копейки, друзья, это что-то в общем, я потащила туда свою подругу которая тоже набрала там, приезжаем мы я смотрю, народ стоит уже на улице, куча народу и запускают туда по два, по три нам выдали наши талончики и на улице также была какая-то распродажа первое, что я увидела смотрю, стоят обои вот такие вот такие обои а сколько их рулонов шесть рулонов обоев и еще вот такой довесочек шесть рулонов вот таких обоев под бетон виниловые они такие мягкие мне как раз во второй дом там сделать что там я хотела в туалете в одном сделать шесть обоев да, значит я могу сделать там в том доме туалет оклеить и в этом доме потому что он ну так уже краска плохая в общем, можно сделать шесть рулонов два евро вот это вся куча здесь лот а на рулоне если посмотреть вот здесь стоят этикетки на рулоне один рулон только стоит восемь евро где-то в магазинах а я шесть таких за два понимаете то есть ну это просто подарок да дальше иду смотрю и первое когда уже зашли туда первое что я вижу вот такая лампа металлическая она вся металлическая и здесь вот какая-то вот такая роспись она выглядит новой практически цену видите три евро вот эта вся лампа единственное что она без вот этого плафона да так это еще у меня теперь задача идея такая найти красивый плафон на тех же самых бракантах за какие-то там тоже два допустим евро вот такая красота в общем мне нужен какой-то красивый плафон теперь здесь найти дальше иду смотрю у меня здесь хрусталь вазу всякие штуки и что я вижу а я вижу вот такую вот штучку для льда два евро два евро друзья иду дальше и что я вижу медный медь настоящая медь медный кувшин вот такой вот который я поставлю вон там на кухне на полку и там будет там красиво так смотреться два евро представляете какая же красота я теперь решила все равно сейчас будет у нас весенняя генеральная уборка мы будем разбирать все углы я решила собрать все что мне не нравится чем я не пользуюсь и что такое ну типа как практичное но неинтересное некрасивое вот это все собрать вот этот ширпотреб и все это туда отвезти пусть они там продают и зарабатывают денежки для бедных ты как бы делаешь таким образом им помощь вклад такой освобождая свой дом от всякого хлама так вот хлама накопилось конечно много в общем все что мне не нравится все чем мы не пользуемся все что просто стоит увезти у меня например есть куча посуды которой мы не пользуемся совершенно не пользуемся а там люди смогут кому-то продать и кому-то она понадобится допустим в общем я вот это все соберу вот эти кучи и отвезу туда освобожу свой дом и теперь в моем доме будет только все красивое только все то что радует глаз и только все что из чего приятно кушать и что вообще ну просто радует и так иду дальше и что я вижу а я вижу мне это нужно потому что я кофе часто пью вот такой молочник фарфоровый смотрите я увидела этот молочник засмотрелась на него а мне такие говорят а у нас к нему чашечки еще есть ну вот тот же самый рисунок кофейные чашечки шесть чашечек или нет там пять было там было пять пять чашечек с блюдечком вот такой кофейничек два евро это между прочим фарфор вы только посмотрите на этот штопор сделанный из корня с какого-то прикольно пятьдесят центов знаете что это такое отгадайте никогда не догадайтесь это фотоальбом вот так выглядит сюда ставят фотографии и вот сюда он вставляется это фотоальбом друзья представляете очень красиво вот такая шкатулочка два евро они любят цифру два наверное так смотрите смотрю лежат всякие штучки для штор вот такие вот заколки вот например вот такие вот ну там шторы допустим если вы хотите раздвинуть в разные стороны их вот такими штуками закрепляете вот эти у меня пойдут скорее всего в ванну у меня там такие шторы есть одна в ванной висит а другая в моей постирочной и вот туда пойдут вот такие когда я их открываю очень красиво также вот такая есть штучка и вот эти мне очень понравились вот такая стрекоза и вот такая вот жалко конечно что они по одной были вот эти но у нас это дорого стоит вот в таких магазинах модных для дома стоит это все дорого ну по крайней мере не 50 центов да как эти вот такую миниатюру посмотрите какая вообще рамка классная и как это будет здорово смотреться это даже ой вот она это даже я наверное в спальню повешу вот такая вот интересно кто это рисовал тут не написано ну в любом случае даже если это просто картинка то туда можно всегда поставить какую-то другую картину или самой нарисовать 50 центов рамка или нет стоп 1 евро 1 евро картинка такая 1 евро так иду дальше такая опа еще одна картинка вот такая вот она рамка смотрите вот такая картинка красота красота что еще еще я зашла туда все-таки в текстиль потому что ну салфетки вот эти опять же и все такое но в этот раз моя подруга купила салфеток вязаных крючком захожу я в этот текстиль и что я вижу я вижу связанный крючком огромный плед персикового цвета сейчас я вам его покажу посмотрите какой плед посмотрите какой он огромный просто громадный связано это вручную вручная вязка вот такой вот он настолько аккуратный по краям у него сделаны вот такие вот штуки смотрите и он огромный он просто 2 на что-то 2 на 2,20 где-то примерно так сейчас покажу как это выглядит на вот смотрите какой я сейчас покажу вам как это выглядит на моей кровати вы видите какой он огромный он огромный смотрите смотрите какой он огромный он свисает с двух сторон и он на всю кровать вообще смотрите на это посмотрите на это ручная работа это вообще нечто а эту подушечку мне связала одна моя подруга из подмосковья когда я прошлый раз приезжал она мне подарила вот эту накидушку сама связала тоже крючком я иду такая думаю дай-ка посмотрю что там еще есть в текстиле этот вообще чистейший даже пах вкусно но я его еще раз дома конечно перестирала со всякими отдушками и вот нагладила прям вообще пахнет свежестью ни одного пятнышка ничего ну то есть его связали видимо и положили на полочку лежать как у многих до бывает иду смотрю спрашиваю у вас есть занавески нашли во второй дом там в одну комнату не хватает занавесок она града есть вот смотрите пара стоит 1 евро кстати да я же забыла сказать что вот этот плед мне достался плед вот этот огромный персиковый вот этот плед ручной вязки ручной вязки друзья вот этот дивный плед мне достался за 2 евро вы представляете себе так и что еще занавески подруга моя набрала там кучу занавесок а я взяла одни которые мне как раз подходит туда в комнату которую я там ремонт сделал отделала и мне туда не хватало занавесок сейчас покажу смотрите какие занавески причем они очень длинные они прямо я не знаю сколько метров то 28 наверное вот такие вот они какие-то с переходами такими славными переходами с переливами какие-то цветуёчки какие-то листики листики вернее до листики снизу темная переход такой плавный а сверху светлее и сверху совсем еще тоже темно в общем вот такие вот две они огромные то есть они будут лежать вот так вот так с двух сторон понимаете то есть будет красота том доме вот эти две занавески тоже совершенно чистые новые евро один иду дальше смотрю что за ткань такая без и отрез ткани видимо обивочный для мебели вот такая вот 1 евро ну я взяла потому что мало ли я куплю какие-то стулья старинные обобью вот этому вот этим вот этим материалом у меня есть такой степлер специальный и продам дорого покрашу их допустим либо себе оставлю здесь знаете какие есть стулья вольтер там вот такие стильные такие с гнутыми ножками какие-то либо пуфик какой-то один евро отрез довольно много представляете дальше моя подруга смотрю нарыла и себе набрала уже старинные простыни знаете как раньше делали во первых старинный хлопок это такой плотный хлопок зернистый такой прям плотный он похож на лен даже раньше такие были и говорят что на таких простынях спать ты просто делаешь себе массаж лимфы когда спишь на таких простынях просто массируешься это прям настоящий хлопок видимо тоже какая-то бабулька я не знаю где-то у кого-то лежала новая почти не тронутая ну такое ну чистенько видно моя подруга набрала там даже по краю сделано решилие вышивка такая а я взяла сейчас покажу тоже вот уже откипятила отгладила но откипятил в стиральной машинке конечно но она и так было чисто но все равно на всякий случай вот о чем я говорю это толстый хлопок такой зернистый я не знаю здесь видно или нет прям такой толстый толстый и вот такая вот просто не с такой вот каемкой сделаны ну очень похоже знаете еще на как раньше в отелях были такие тоже сейчас уже нет такого хлопка он такой прямо ребристый какой-то зернистый и смотрю еще думаю о еще одна ткань интересная смотрите там лежал вот такой вот коврик большой довольно таки два метра на сколько там вот такой вот чистый совершенно весь хэбэшный я его взяла потому что это на пляж это на пикник это куда-то вот корзиночку для пикника очень даже или на пляж то есть вот взяла такой хлопок еще тоже все это по-моему вот этот даже 50 сантимов простынь тоже 50 сантимов а эти вот все шторы по евро и плед 2 ну понимаете но это что это же подарок просто это просто подарок вот иногда во франции бывают такие подарки жизни ну и сегодня поехала я в магазин магазин продуктовый обычный наш друзья смотрите что я сегодня приобрела в магазине продуктовом это же камелия представляете стоило дешево 9 евро огромная такая камелия буду пересаживать другой горшок и на выходе из магазина смотрю там стоят бедные несчастные вот эти вот разных цветов засохшие ну так подвявшие так скажем поэтому сейчас я их всех залью водой обработаю уберу все вот эти лишние листья цветки оживимых в общем набрала я их сколько раз два три 4 5 5 штук надо было еще больше даже взять может быть завтра заеду и заберу остальные посмотрим ну выкидывали их понимаете а мне жалко всех этих бедных цветков что пойду их отмачивать и обрабатывать да забыла вам показать еще же там прикупила вот такую фарфоровую штучку это для соусов знаете соусница такая например подаешь курицу окни такой соус из жира от курицы ну нет какой-то такой приятный и посмотрите сюда здесь прямо даже есть какой-то вензель какого-то производства старинного понравилась мне форма понравился вообще как она выглядит классно да вот такие покупки последний раз у меня были и в четверг теперь мы с денисом туда поедем этот код туда-сюда туда-сюда дверь открыл дверь закрыл туда-сюда ходит даже такое то что ты ходишь туда-сюда уж ляж где-нибудь вон у камина и спи мы поедем туда в четверг в этот магазинчик повезем им наши дары от нас так скажем то есть я соберу в доме то что некрасиво мне по крайней мере не нравится есть у меня например тарелки какие-то которые мне не нравятся сейчас покажу вам ну вот к примеру есть у меня вот таких вот аж 12 штучек вот такие глиняные керамические какие-то шняги для жульенов у меня есть еще другие которыми подходит по стилю по цвету вот куда вот эти желтые с черным не знаю какой-то не то что-то да кому-то пригодятся может быть у кого-то стиль такой купят что еще смотрите вот таких у меня куча тарелок и всяких плошек ну такие обычные совершенно прям куча мне досталось тоже кого-то бесплатно вот таких вот тоже много и больших размером таких тарелок и маленьких это видно и киевские не знаю но может быть вот эти я оставлю потому что меня буфет будет синий как бы и на столе там допустим если белая скатерть вот эти синие тарелочки может быть такие у меня есть большие тарелки прям такие ну большие на блюдо какое-то и вот такие маленькие как десертный но вот это мне не очень нравится честно говоря вот это я не люблю вот этот глянец вот это вот вот таких у меня прям тучи у меня вот огромное количество таких тарелок вот ну в общем на собираем в доме то чего из декора какое-то тоже что как бы ну вот например вот это я не знаю вот это покажу вот такая вот типа для диадема какая-то сюда свечки ставить там у меня на камине стоит тоже кого-то мне досталось но я не знаю оставить ее на какой-нибудь рождественские веночек может быть не знаю в общем вот такой вот но так себе в общем такое как бы не совсем то что нам ну пригодится в доме и чтобы не захламляться нужно периодически туда отвозить а там люди будут продавать и на эти деньги помогать бедным опять же какая-то помощь от яны получается так так но обои я вам показывала смотрите сколько вот это вот все количество обоев 2 евро между прочим они такие плотные просто моющиеся то есть такие как они называются виниловые виниловые мягкие такие на ощупь я хочу оклеить в том доме туалет потому что он там стряшный стоит не сделанный а так будет уютненькое местечко друзья балуйте себя приятными вещами вещичками особенно приятно когда вы на них кучу денег не тратили балуйте балуйте себя приятными моментами приятными вещами а я буду вас баловать разными приятными и теплыми добрыми видео а сейчас пока пойду я готовить мой галюси мой халюси скажи пока скажи пока смотри сюда ну посмотри сюда ну что ты смотри скажи пока помахай всем ножкой пока 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 мурлычет мне на ухо он я не могу от этой лампы я балду просто посмотрите какая красота ну это что то но это что то вот какой сюда форумы плафон как вы думаете поискать какой плафон я думаю что наверное какой-то вот так и вот так как-то какое-то такое и какого цвета сюда плафон как вы думаете ну вы посмотрите на это ну не может такие вещи не могут стоить всего лишь 3 евро ну что это рабочая отличная лампа металлическая ну что это за красота ай да я болтю просто друзья при очень ближайшем рассмотрении выяснилось что это такая техника видимо лампа то медная и на ней вырисовывались потому что я вижу что это не краска это как раз вот как знаете сначала покрыли черным а потом вы ковыривали вот эти вот ну то что там внутри было из чего сама лампа собственно и какие то вещи дорисовывали уже красками то есть это все сделано роспись вручную 100% потому что я не вижу здесь никаких наклеек ничего какая-то вот такая техника существует слушайте мне нужно почаще туда наведываться в этот магазин потому что такие раритеты вообще это что-то как это все внутри я не знаю в этом